Добрый вечер! В эфире программа «Позиция». Самое время поспорить после долгого напряженного рабочего дня. Тем более, что тема спора сегодня созвучна с этим нашим долгим рабочим днем. А все ли сегодня хорошо поработали? И вообще, все ли сегодня поработали? А если не работали, то можем ли мы этих людей в правиле закона называть тунеядцами? И в таком случае могут наказывать на казну, в которую остальные работающие регулярно вкладывают деньги. И главное, надо ли за тунеядство наказывать? Это главный вопрос сегодняшнего спора. Питерские депутаты говорят, что за тунеядство наказывать надо. Депутаты Госдумы сказали, не надо. А что скажете сегодня вы? Звоните и голосуйте. Номера телефонов для голосования сейчас на экране. Нам интересен ваш вопрос, надо ли наказывать за тунеядство. И обязательно, конечно, звоните в нашу студию, высказывайте свое мнение. Может, у вас свое видение того, что сегодня надо называть тунеядством? Кого надо называть тунеядствами? И можно ли это делать? И надо ли наказывать? Телефон прямого эфира 2909-86. Спорить в студии сегодня будут два представителя областной думы. Так что сегодня спор законотворцев за то, чтобы тунеядство не оставалось безнаказанным. Анвер Алмаев, первый зампредседатель Астраханской областной думы. Добрый вечер. Добрый вечер. Против наказания за тунеядство депутат областной думы Александр Команин. Добрый вечер. Добрый вечер. Господа, для начала у вас 15-30 секунд. Для того, чтобы кратко обозначили свою позицию, пожалуйста, с главным аргументом, почему вы за и почему вы против. Пожалуйста, почему вы за? Я за. Дело в том, что я с 13-й год я сам работаю. И тунеядцев, честно говоря, не люблю. Кто такие тунеядцы? Это тунеядец, который не работал, не работает и не будет работать. Это не тот человек, который ищет работу. На учет стоит. Это не тунеядец. Это желающий работать. А этот тунеядец сидит на шее жены, матери, родственников. Пьянствует. Наркотики принимает. Вот кто такой тунеядец. То есть он мешает окружающим жить. Своим членам семьи и людям, которые вообще его окружают. То есть обществу. Так, значит, надо найти те, кто мешает жить остальному обществу и наказывать, по вашему мнению. Да. Позиция понятна. Пожалуйста, ваша позиция. Моя позиция очень проста. Дело в том, что депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе уже высказались по этому поводу. Ну и я, в принципе, разделяю их точку зрения. Дело в том, что тунеядство может быть только в стране с рыночной экономикой. Тунеядство быть не должно. Не может быть. А в стране с плановой экономикой тунеядство может быть. То есть когда все, скажем, люди могут подобрать себе работу. Вспомните, как в Советском Союзе у нас было. Кругом на каждом заводе, на каждом предприятии требовались рабочие руки. И если человек не работал, то да, этот человек определялся как тунеяйц. Потому что он, собственно говоря, протестировал и существовал за счет общества. Сейчас даже взять понятие общества, оно, наше общество, настолько разрозненное, и определить, вот, кому этот закон будет выгоден. Потому что я так полагаю, что мы с вами, поскольку я не видел самого закона, не нашел его в интернете, а читал только о том, что есть, как бы, такие поползновения, намерения ленинградских депутатов внести в Госдуму этот закон. Поэтому я считаю, что этот закон, если он будет принят в стране с рыночной экономикой, принесет только вред. Ну, об этом мы поговорим немножко подробнее, как об инициативе питерских депутатов. А теперь мне вот от вас хотелось бы подробнее услышать о наказаниях. То есть, вот, вы говорите, что те, кто мешает обществу, их надо определять и наказывать. Как? Рассказывайте. Мы снова перейдем к обществу, да? Я считаю, что тунеяции мешают, мы уже говорили, жить с членом семьи и вообще обществу. Как их наказывать? Их наказывать просто. Взять их каждого на учет. Не работаешь – предупреждение. Не работаешь дальше, там, в течение полугода – административное наказание. Не работаешь дальше, через год – привлечение к уголовной ответственности за это униядство. Ведь, если разобраться, кроме вреда членам семьи и обществу, эти люди ничего не приносят. Работать не хотят. А когда будут привлечены к ответственности, некоторые уже начинают думать после уже предупреждения. Потому что человек все-таки сам по себе законов побаивается. Предупредили мы его сегодня. И через, говорим, через три месяца мы возвратимся к этому вопросу. Даем возможность трудоустроиться. Он этого не делает. При влечении к административной ответственности я бы не накладывал бы на них штраф. Получил бы немножко их поработать. У нас город… Езди поработать. Езди работать. Улицы убирать. Где-то водоемы чистить. То есть человека мы заставляем через законные возможности попробовать поработать. Он же никогда не работал. А если он даже после административного наказания продолжает в течение полугода не работать, уже есть основания будет привлечь его к уголовной ответственности. А привлечение к уголовной ответственности – это значит, что человек находится из правительства в трех учреждениях, да? А там работать надо. То есть опять есть возможность его приучить. Как там работают-то с другой стороны? Может быть, все же принудительные работы, если уж на то пошло. Не надо в колонию? Можно. Потому что, опять же, другим налогоплательщикам кормить вашего человека придется в колонии. Можно мягкое наказание применить. Принудительные работы. Пусть он работает. И справа работы можно давать. То есть, может быть, даже не сразу лишение свободы давать, а… Ну, я поняла. Как воспитание? Вы видите наказание за тунеядство? Очень важные такие моменты, да? Потому что там будут его учить, трудиться, работать. А я считаю, что, прежде всего, государство с рыночной экономикой, наверное, просто-напросто не в состоянии обеспечить людям должную занятость. То есть должна быть четкая государственная политика в отношении того, чтобы люди имели возможность трудоустроиться. Я далеко не буду ходить, вот, иди сюда на передачу, я посмотрел статистику Астраханской области. Цифры довольно лукавые, я не думаю, что они соответствуют действительности. Вот. Но, тем не менее, значит, у нас за 2014 год работы были обеспечены и заняты 490 тысяч населения области. Безработных 40 тысяч. 40 тысяч безработных. Вот теперь, смотрите, Андрей Брагимович предлагает, значит, наказывать людей, которые не могут трудоустроиться на протяжении... Не так, Александр. Я вас не перебивал. Я вас не перебивал. На протяжении... Группа работающих... На протяжении определенного времени не могут устроиться, и он их предлагает наказать. Так, значит, эти 40 тысяч, которые стоят на бирже труда, а многие просто-напросто не могут встать на биржу труда. Я приведу пример. У меня, допустим, обратился, не буду называть фамилию, обратился Николай Николаевич, которого просто-напросто не ставят на биржу труда только в силу того, что архив предприятия, на котором он работал, сгорел. И таких по области людей, вот я как депутат езжу, веду прием в районах области, таких достаточно много. Достаточно много, это сколько? Может быть, это все равно в масштабе области, население области, это единицы. Вы понимаете, дело в том, что... Вот посмотрите, я сказал, что цифры лукавые, да? Ну да, да. Если мы посмотрим... Статистика-то вообще... Если мы посмотрим отчет службы трудоустройства занятости, да, населения областной, то получится следующее, что у нас оказывается не 40 тысяч безработных. Вот стат управления дает 40 тысяч безработных, а служба занятости дает всего-навсего, там разные месяцы, но где-то от 5 до 7 тысяч эта цифра колеблется. То есть она не соответствует никакой действительности. Вот. В результате, значит, когда я посмотрел вакантные места, которые предоставляются для трудоустройства этой же службой, у нас даже пускай будет 5-7 тысяч безработных, обратите внимание, что вакантных мест в настоящий момент, вот я сегодня только смотрел статистику, там 360 с чем-то вакантных мест, на которые можно трудоустроиться. Далее. Вакантных мест для районов области всего 6. А основная безработица не в городе Астрахани, основная безработица именно в районах области, потому что я езжу в Ахтубинский район, я веду прием граждан, и я вижу, с какими проблемами ко мне приходят люди, когда они не могут трудоустроиться. Если они трудоустраиваются, то там ни о каком прожиточном минимуме не идет речь. Они получают 3-4 тысячи в черном налоге, в конверте. Ну и какие же здесь будут налоги? Вот обратите внимание, я понимаю, что вот эта попытка нам иногда забрасывать, то возраст выхода на пенсии предлагают повысить, то вот сейчас мы обсуждаем утку, которую запустили питерцы. Тем не менее, я хочу сказать следующее, что вот как мы среагируем на это, понимаете? А тут реакция может быть одна. Правительство объявило амнистию на вывезенные капиталы. Я так полагаю, что их не больно-то кто возвращает. То есть как бы попытка провалилась. По крайней мере, скажем, министра Астраханской области здравоохранения Чалова, который сейчас прозябает у нас в Европе, я в Астрахани не видел. Значит, капиталы, которые с ним ушли, тоже там остаются. Вот. Поэтому... Не выход, считаете вы. Да. Правильно? Совершенно верно. А вот так, как вы сказали, утка, которую бросили питерские депутаты, давайте, чтобы наши заявления не были голословными. Мне подсказывают, что у нас на связи как раз депутат Питерского Законсобрания, автор этой законодательной инициативы относительно наказания за туньяц, это Андрей Анохин. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вышли с нами на связь, присоединились к нашему спору. Вот несколько не доверяют вашей инициативе. Итак, судьба вашей законодательной инициативы, какова она была? То есть вы... Ну, давайте начнем с того, что это была система законодательной инициативы, порядка шести, которая призвана была повысить критичь труда в нашем обществе и в Российской Федерации. Основная вообще, основополагающая мысль для системы, это изменение 37-й статьи Конституции. И говорится, что Турнус свободен, а то есть, по сути, государство не несет ответственности перед своими гражданами по обеспечениям и рабочими местами. И рынок там регулирует уровень заработной платы. Мы видим, что уровень заработной платы, он серьезно занижен в Российской Федерации. Ну, второй закон, это была подготовка к закону о традиционном собрании, чтобы изменить эту третьему статью Конституции. Следующее, это закон о социально значимых профилях, которые позволяли государству социально обеспечить гражданам Российской Федерации, которая работает по определенному значимому профилю, тем, чтобы вот этот процесс вытеснения граждан РФ, граждан РФ, прекратить, чтобы, мы говорим, экономические феры снова отвоевывали наши граждане Российской Федерации. Ну, и о чем все говорят, это закон о Киеве, и он назывался, когда я его писал, за законом о РУГЕ, это закон, который в первую очередь призывал решить две основные задачи. Задача номер один. Дело в том, что у нас порядка 20 миллионов человек не обождают свои отношения с работодательством, по сути, нет уклада налогов в пенсионный фонд. Но при этом, когда выходят они на пенсию, они у государства эти деньги будут требоваться на пенсию. А самое главное, они пользуются полностью всеми социальными гарантиями, так же, как и гражданин, которые отчисления даны за первую часть. Вторая часть связана была с тем, что у нас в регионах есть уже клад людей активного работоспособного возраста, которые в принципе не работают, они в принципе отказываются там работать, а в дабилизации очень серьезно идет, и родственники даже не знают, что делать, потому что в истории люди живут на месте своих родителей. Вот этот закон, он обязывал людей других, тем, чтобы человек, каким-то по шестнистам не работает, а при этом работал в государстве, для него есть, то тогда поступают станции, которые бы его обязывали работать уже при нынешнем. Андрей Юрьевич, понятно, почему не прошла ваша законодательная инициатива? Вот как вы считаете? То есть вот что дальше? Вот смотрите, дальше самое главное Ну да, пока у нас трудится право, а вы хотите, чтобы это была обязанность, так? И самое главное, чтобы это была обязанность государства обеспечить рабочим местами, потому что вы посмотрите на десятки миллионов иностранных рабочих и других государств, которые просто работают на местах, и должны другие заказы не расти, это один аспект. А второй аспект, вы поймите, когда государство говорит, что труд способен, тем самым она рынку отдает возможность самому регулировать уровень зарплаты. А это значит, специально будет поднижаться уровень зарплаты. Вы планируете прийти, что вот так. Андрей Юрьевич, а вы не считаете, что вот эта вот статья за тунеядство, ну, так вот, заковучим ее, а это отсылка такая к советскому прошлому? Знаете, вопрос не стоит к такому прошлому, а мы открываем вопрос. В том, что мы сейчас начали говорить о труде, мы стали вообще по крайней говорить о том, что уже у нас действительно есть классики, которые не работают, и что нужно менять подходы отношения к труду. Я думаю, что уже я выполнил твою задачу, что начал где-то диалог. Ну, вы поймите, это же журналисты выхватили за это. Да, несомненно, она сама по себе весьма интересна. Андрей Юрьевич, вот такой еще вопрос. Вы дальше битву за свою законодательную инициативу продолжать будете? Конечно. Но самое главное не статья, которую вы назвали, а самое главное сейчас мнение конституции принятия закона о сентябре значимых правительствах. И только тогда, когда мы построим общество, где государство обеспечивает рабочими местами в большинстве, где труд будет реально оценен, исходя из сил, которые тратят человек, не будет такой ситуации, что в одной корпорации кто-то получает 30 тысяч, а кто-то миллион рублей и больше. И когда у нас действительно прийти, что труда опять будет подниматься, уже можно говорить о серьезных мерах, которые будут люди, которые ведут остальный образ жизни, будут обратно возвращаться к труду. Они просто не поймут. Андрей Юрьевич, спасибо. За такой идеальный баланс, я думаю, очень многие проголосовали бы за. Спасибо большое, что приняли участие в нашем эфире. Удачи вам в вашей законотворческой деятельности. Я хочу уточнить. Мы все-таки работающих и неработающих тунеядцев должны разделить. Это разные группы. Александр немножко начал путать. Те, кто на бирже стоят, те, кто ищет работу, и это не тунеядцы. А сколько можно искать работу? Граждане тунеядцы те, которые никогда не работали и работать не хотят. А если я, допустим, говорю, что я свободный художник, я ищу работу, мне эта работа не нравится, я так ищу полгода, год, два года, три года, я кто? Или поэт. Вы ищите работу. Я муз жду. Вы ищите работу. То есть я могу шесть лет искать работу, при этом не быть тунеядцем. Сколько хотите, ищите, вы ищите себе работу. Мы уже говорили, что государство в этом должно помочь. Для этого есть органы. Вот смотрите, я все-таки думаю. То есть граждане, то есть астраханцы должны помочь. Анна Вера Ибрагимовича. Все, чистый тунеядец. Он не работал и не будет работать. Анна Вера Ибрагимовича. Их надо провести. Я все-таки думаю. Вот смотрите. Во-первых, я сейчас... Вот примут такой закон. Почему я против? Примут такой закон. Условия для того, чтобы обеспечить всех работой, их нет. Более того, зарплата не вырастет. Черный нал так и останет. Черный нал в конвертах и прочее. Но я хочу сказать, вот Анна Вера Ибрагимович, вы уж извините, но как мы в Думе с вами принимаем законы, недавно Дума Астраханская приняла закон, который является в принципе запретом на профессию. Я голосовал против этого закона. Но Единая Россия, он в большинстве голосов прошел, потому что Единая Россия проголосовала. Объясняю суть. Значит, там четко прописано в этом законе, что люди, работающие в образовательных учреждениях с детьми, в случае, если они отбыли наказание по суду, возвращаться к этой работе, они не имеют права. И Дума проголосовала. Вот если бы в этом законе было четко обозначено, что педофилы или наркоманы, которые отсидели, и вот они получают запрет, не допускаются больше к работе с детьми, я бы голосовал двумя руками. Но извините, у нас под судом могут оказаться люди, которые попали в дорогу, в транспортное происшествие. Дальше. Превысили там, допустим, нормы обороны, допустимой, защиты. Понятно, понятно. Вы не согласны с трактовкой проекта, который был принят. У нас, и у нас вот именно в области. Будьте добры, но все же другая тема. А вы, конечно, отличную тему для разговора дали. Нет, если этот закон будет принят, но это лишь маленький нюанс. В нашей провинции он будет использоваться именно таким образом. Даже по политическим мотивам. Я допускаю вполне. Да, я приведу пример, вы знаете. То есть у нас по политическим мотивам тунецами будут призваны? Знаете? Знаю, конечно. Знаете. Так вот, после того, как он сложил все морские полномочия, человек физически нормальный, еще не достигший 60-летнего возраста, он может работать. Он уже второй год ищет работы. И вот представьте себе, если будет принят этот закон, то, я думаю, мэр Нариманова, Яровой Александр Тимофеевич, будет за то, что он честно отработал, ну, раз не посадили ничего, не завели на мэра, значит, честно отработал. Будет подметать улицу. Как это? Какой это воспитательный момент? Вот Александр снова путает. То есть это уже будет призведомить человека по политическим мотивам. Я думаю, что Единая Россия проголосует за это. В нашем голосовании судимые имеют ли право дальше работать с детьми? Какой родитель согласится? Мы опять отвлекаемся на образование. Ну, все же, это хорошо. Ну, это отдельная тема. Это не отдельная тема. Чтобы судимый воспитывал его ребенка. Закон уже принят, он уже вступил в действие, понимаете? Кстати, автор и законодатель инициативы о тунеядстве, о труде, ранее был соратником по вашей партии как раз. Ну, нашей партии, знаете, я вам скажу следующее, что в нашей партии как Единая Россия, я не вам даже, а вот я сейчас упрекнула Единая Россия. Я думаю, у них людей достаточно, которые, скажем, так же и он. Почему он оставил нашу партию? Ну, наверное, просто разошлись политические взгляды, да? Возможно. И он для себя, я думаю, сейчас он находится в Единой России. Нет, он беспартийный сейчас. Беспартийный. Ну, ничего, время покажется. Автор и законодатель инициативы, с которым мы только что связались в прямом эфире. Если уж пошел разговор о том, какая партия и так далее. Я не знаю, кто бы из родителей или супруги или сестры и братья хотели бы иметь и проживать в одном квартире, в одном доме тунеядцам. Еще раз говорю, тунеядец – это не тот, который ищет работу, а тот, который никогда не работал и не будет работать. Он просто не желает работать. У меня сотни таких жалоб со стороны родителей, со стороны супруг. Не работает все, ничего не можем сделать. Сидит, требует. Дай деньги сегодня вечером, дай деньги еще на бутылку и так далее. Сколько жалоб, Александр, разве к тебе такие не приходят? Поможет ли воздействовать? У нас для этого есть полиция, которая может привести в чувство всех этих людей. И вполне достаточно. У нас того законодательства, которое есть. Если вы хотите привлекать к ответственности, если вы выбираете... Господа, вас перебью ненадолго. Ненадолго перебью ваш угол. Мы живем работник в стране с рыночной экономикой, так? А вы предлагаете... Значит, ну давайте тогда мы что делаем с вами? Давайте, пожалуйста, я только забуду. Давайте изменим Конституцию. Примем там Конституцию, допустим, 61-91 года. Господин Амокин и предлагал несколько изменить Конституцию. Это 36-го года Сталинскую, где 12 статьях, где четко написано, что труд является не только обязанностью, но и почетной. И все же я ненадолго перебью ваш спор, потому что у нас на связи есть еще один, можем сказать, участник нашей дискуссии. Сегодня ходите по телефону. Николай Рифов, депутат Госдумы. Если уж речь пошла о партии, кто присоединит партии КПРФ. Николай Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к спору, к нашей дискуссии. Ваше мнение. Вот сперва хотелось бы узнать, вот к этому наказанию за тунецтво. Просто вот как вы к этому отнеслись, когда узнали об этой законодательной инициативе? И вот что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это полная душа. Идея на сядущий день, что работа в спередматовой безработице, когда только в первом квартале 90 тысяч этих врачей уволили, она, по-моему, не приходила в угол в угол в угол зашивку на беременные территории. Поэтому закон об университет, это был ямно больного человека, не знающий в своей стране. Вот все документы, да, ямно вам большой умный, эликсийный мир. В законе ямно написано про пиктовку нашего правительства, и это не каждый будет минуту. Как бы направить другие, я считаю, если вы должны совмещать, создать 25 миллионов рабочих мест, и эти места. А теперь мне совмещать, и эти места, и они все остаются в контроле. А если не работают, то здесь написано учет. Если это профессор, который, опять, взятый в свободу, не будет, будет платить штраф. Или по тестам измерительной работы, хотя нет причинной конституции. Если работаешь без оборудования, то будешь платить, как угольняющиеся от работы. И даже у него, по-моему, не приходится, что я на вас в этом случае не работник, а работодатель. Так что, разговаривайте, у нас вся экономика и вся экономическая болезнь сегодня правительства. Ну, заключается родной штраф, население, то мы их, как бы, просто не знаем. Николай Васильевич, проститься, понятно. Ну, вот, дело в том, что появляется на этой неделе статья с озвучиванием предложений ваших коллег по Думе относительно лишения ОМС неработающих граждан. Да, это не статья, азотоневство, но все же, это, получается, санкции в отношении тех, кто не работает. Или озвучило предложение, некие взносы страховые должны платить неработающие граждане на имеющий доход. То есть, так или иначе, все равно казнание резиновое. — Понятно. То есть, вы уже определили питерского коллегу своего тунеядцем и, собственно, ему порекомендовали и принадлежали на работу. Я правильно поняла? — Да, 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 да. — Ясно. Спасибо огромное, что присоединились к нашей дискуссии. Удачи вам до связи, надеюсь, в дальнейших эфирах. — А я соглашусь с Николаем Васильевичем. — А мы слышали ваши аплодисменты. — Продолжая тему, да, я скажу. Вот, Анвер Брагимович, мы с вами, как депутаты, да, ну, вы работающие, я не работающие, тем не менее, мы декларации подаем. И отчитываемся, сколько мы денег получили в этом году. Я там, пенсию, вы там, зарплату. Вот. Но, обратите внимание, вот Николай Васильевич сказал, что казна, вот вы сказали, казна не резиновая, он сказал, она разворовывается, да? — А я должен сказать, что вы только вдумайтесь, что, значит, руководители добывающих компаний освобождены от подачи декларации. — Ну, куда это, в какие ворота лезть? То есть, да, действительно, человек не может устроиться на работу, его будут судить, ему дадут метлу, я не знаю, создадут гулаги, куда вот эти 40 тысяч Астраханской области безработных заткнут и будут использовать их по назначению, да? Дадут им там, я не знаю, станки, что там, на чем они будут отрабатывать свой хлеб. А эти ребята, значит, живут очень хорошо, получают миллионы, воруют миллиарды, и все нормально, и казна у нас не резиновая. Я должен сказать, что у нас один из политических деятелей обещал, что у нас казна в случае его избрания в области достигнет не 30 миллиардов, как сейчас, а бюджет будет области 100 миллиардов. Увы, если бы у нас были эти деньги, я думаю, можно было бы организовать. Нет, я все-таки думаю, что в стране или в области рыночной экономики организовать и контролировать рабочее создание рабочих мест нельзя. Поэтому я четко говорю, что ну давайте вернемся тогда, да? Это, правда, будет рассматриваться как государственный переворот, если мы изменим Конституцию, примем там 36-го года или 61-го года, да, озадачиваем себя тем, что создадим все рабочие места, и тогда вот мы сможем, будем иметь моральное право судить людей за тунеядство. А ведь хорошо бы было обеспечить всех рабочих местами. Да, замечательно, превосходно. Но, с другой стороны, там есть категории, допустим, спортсмены, которые могут попасть там, деятели искусств, которые пишут стихи, песни там и прочее. То есть здесь настолько вот это все сложно с этим законом и принимать его в такой ситуации, когда действительно страна не может обеспечить своей гражданой работой нельзя. Вот недавно в правительстве Астраханской области слушали этот вопрос. Ну, когда я задал вопрос руководителя биржи труда, сколько у нас неработающих на учете стоят, и сколько требуется работников, учреждений, предприятий и так далее, и так далее. Оказалось, что требуется больше, чем на учете стоят. Это что? Люди, которые желают работать или все-таки не желают работать? Вот сейчас нас слушали бы, и может даже слушает, матерь, которая тянет эту тунеядцу несколько десяток лет за собой и на тот свет отправляется, а он еще продолжает жить? Или жена, которая не может кормить своих детей одна, трое или четверо, муж не работает и не хочет работать? Как при этом жить дальше? Анна Вера Брагимовна, дело в том, что я вам статистику привел. Нет, вы скажите мне, как будет жить дальше? А у вас разные статистики? Я вам привел статистику, что у нас 40 тысяч в области безработных, так? Как? Он не хочет работать. А вакансии-то всего там 350 или 60, да? Причем 6 только в районах. Кстати, 5-ти цветон на учете. А в районах области безработицы, вы знаете, какая? Он не стоит, ему это не нужно. Вы знаете, какая? А если человек сидит из года в год без работы? А он не стоит, ему это не нужно. Человек, давайте возрождать колхозы, давайте возрождать в совхозы, давайте давать людям работу, давайте не на бумаге миллион, не на бумаге миллион овощей собирать, а собирать это так, как положено. В колхозе фермеры очень часто говорят, что у них недостаток рабочей силы. Они вынуждены привлекать мигрантов, потому что местный народ не идет. Не идет работа. Дело не в этом, дело в том, что мигранты согласны работать за более низкую плату, за более низкую плату. И они приезжают, они там как на поле в шалаш в это залезли, они больше никуда не вылезают. А граждане, проживающие на территории области, у них семья, у них дом, естественно, они приедут, поют там пропольки, поют опять домой. А не бывает такого, что наши граждане, бывает, что избалованы? Да, лучше получать низкую заработную плату, когда Я думаю, что у нас прожиточный минимум сейчас где-то 8 тысяч там с небольшим, а работу-то предлагают ниже прожиточного минимума. И это статистика. Ох, я уже поняла, дело в том, что вы сегодня в течение эфира предлагали разные цифры статистики, поэтому давайте лучше сейчас к цифрам статистики не обращаться. Так как у нас эфирное время подходит к концу, я предлагаю вам оставшееся время, во-первых, заполнить итоговыми вашими заявлениями. Итак, вы по-прежнему за? Я за, за то, что тунеядцев привлекать к ответственности. Но различая тунеядцев от ищущих работ. Тунеядец никогда не работал и не хочет работать. Вот он, тунеядец. Таких у нас много. По заявлениям вижу, поступающих от граждан, от матерей, от жен. Иногда от мужа жена пьянствует, не работает. А в это время дети голодуют. Сколько помощь мы оказываем, Александр, с вами вот таким вот семьям. Я понимаю, что любовь к труду, уважение к труду воспитывается трудом. Но давайте мы вначале обеспечим людей возможностью работать, а тогда уже будем принимать такие законы. А я сказал. Сейчас это преждевременно. Он не нужен. Более того, он просто-напросто вреден. Анвер Брагимович, поэтому я считаю, что... Там работник требуется. Здесь работник требуется. Вы втягиваете друг друга в том дискуссии. Он не слушает, он ему это и не нужно. Он ему и не слушает объявления. Я уже сказал, что это черепат посредствами. То есть в нашем регионе это будет использоваться и как политическое давление и прочее. То есть... Ваши позиции, господа, понятно. Спасибо большое за продуктивный, надеюсь, спор. Время подвести итоги зрительского голосования. У нас лидирует ответ против. Большинство позвонивших сегодня телезрителей ответили, что они против того, чтобы за тунеядство наказывать. Но вот в то же время, наверное, покривят душу и многие, если скажут, что никогда не мечтали о том, чтобы вот посидеть, ничего не делать, но чтобы при этом все было. И так раздражает, когда у кого-то это получается. Судя по всему, дискуссия сегодня не заканчивается, поэтому к тунеядству к теме труда, мы обязательно еще и вернемся. А не работаем. Спор уже продолжим за пределами эфира. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!